С Иваном Варченко, экспертом по вопросам национальной безопасности, мы поговорим о нынешней ситуации на фронте. Добрый вечер. Итак, Иван, вы нас слышите? Добрый вечер. Слава Украине. Герон, слава. Начнем давайте с северных направлений. Россияне подтягивают резервы и пруд на лиман. Это направление стратегическую важность какую-то представляет? Или таким образом Россия хочет оттянуть резервы, украинские войска с востока и юга? Да, следует понимать, что сегодняшние действия Российской Федерации в обороне, они заставляют их наносить контрудары, заставляют их концентрировать силы в тех участках, в которых они считают, что у них возможно хотя бы какое-то продвижение для того, чтобы связывать наши наступающие силы. Мы понимаем, что наши силы также работают на том направлении немножко севернее. Мы заинтересованы в том, чтобы продвигаться по всей линии фронта, но выбираем места для основных ударов, конечно же, для вспомогательных ударов. Поэтому россияне, концентрируясь где-то в одном месте, они стараются оттянуть, например, от Бахмута на лиман и оттянуть от наших мест и атаки в район дороги Сватовая Кремена. Иногда это удается сковывать, например, какие-то части, это вполне в характере любой войны, что какие-то резервы подходят к тому месту, где враг более жестко, более массированно старается давить. Здесь мы видим, что украинцы держат оборону на тех линиях фронта, где россияне стараются, опять же, концентрировать свои силы. Ну а в других местах мы продвигаемся, да, с трудом, да, с большими усилиями, но вместе с тем даже враги вынуждены признавать то, что мы занимаемся более и более выгодной оппозицией и южнее от Бахмута. И на южном фронте в Запорожской области и то, что украинцы зашли и серьезно создают угрозы российским оккупационным войскам на левом берегу Херсонской области. То есть все это есть, конечно же, в отдельных участках фронта они стараются показывать в том числе там свои продвижения или имитировать это продвижение. Как видим, на сегодняшний день украинская оборона, сила обороны справляются с теми вызовами, которые стоят перед ними. Знаете, очень позитивно и очень перспективно смотрят на происходящее на поле боя и западные аналитики. Я бы хотела в данном ситуации процитировать Юлиана Рёбки, аналитика издания Биллц. Он говорит о том, что российские войска потеряли преимущество в дальнобойной артиллерии на Запорожском участке фронта. Об этом он сказал и также отметил, что вооруженные силы Украины успешно используют западное оружие, постепенно уничтожают мощные дальнобойные орудия Российской Федерации и перехватывают инициативу на поле боя. Предлагаю услышать. Если прошлым летом говорили, что Россия ежедневно выпускает в 10 раз больше снарядов по украинским войскам, чем Украина по российским, то с тех пор это соотношение почти сравнялось. Против высокоточной артиллерии НАТО калибра 155 мм и управляемой ракетной артиллерии у российского ПВО нет шансов. Остается вопрос, как долго Российская Федерация сможет выдерживать смертоносную точность украинских атак. Юлиан Рёбке, аналитик издания Биллц. Но с одной стороны, вот вопрос, который он озвучил, хотелось бы вам адресовать. И следующий момент, а вот количество снарядов у России может измениться, учитывая их возможности и договоренности с теми же партнерами, теми, которые у них остались? Или вот эта ситуация, вот этот вот статус-кость с тем количеством ракет и возможностей боеприпасов, она может сохраняться в какой-то период времени? Ну, нужно анализировать сегодняшний день. Сегодняшний день России говорит о том, что у неё тяжёлое положение, в том числе с производством боеприпасов. Мы видим, что практически с конвейера они посылают в украинскую землю свои ракеты. Тоже касается других артиллерийских снарядов. Они используют свои запасы, но вместе с тем, темпы использования их на фронте и темпы, которые может позволить российская экономика, это совершенно две разные вещи. Российская экономика не успевает за тем количеством, которое требует фронт. Так, конечно же, откуда-то нужно компенсировать. Относительно партнёров, знаете, партнёров много и они радостно готовы работать с вами вместе, когда вы идёте к победе. Но тогда, когда вы идёте к поражению, к дну, то немногие спешат забраться на Титаника, который тонет. Поэтому сейчас я о партнёрах бы очень осторожно говорил бы. Даже вроде бы традиционные пророссийские, там, Сирия, Иран, сейчас стараются всё-таки более садиться на шпагат и искать себе какие-то иные варианты поведения, иные варианты выживания даже среди клуба этих диктаторов, но не с Россией вместе. Поэтому, ну, не говоря уже о Китае, не говоря уже об Индии, которых Россия называет традиционно своими партнёрами, они совершенно не спешат помогать России какими-то технологиями. Но заработать не против. Заработать не против, поднять свою часть экономику тоже не против. Это, конечно, нельзя сбрасывать со счетов. Мы понимаем, что китайские технологии сейчас активно работают в России, но это всё-таки далеко от того, что мы называем большой государственной поддержкой, и мы понимаем, как в полный рост может работать большая экономика большого государства. На сегодняшний день экономика России не способна компенсировать то своим производством, то ту трату боеприпасов, которая происходит на фронте. Иван, давайте вернёмся к теме дальнобойных орудий и южному направлению. Сейчас, если посмотреть на карту таврийского направления, то практически вся линия фронта уже постепенно, так сказать, голубеет. То есть первую линию обороны наши войска как бы перемололи, перемолотили. Можно ли говорить, что это основная линия обороны или только первая? И что тогда основная линия обороны? Как вы оцениваете масштабы укреплений российской армии на юге? Современное военное искусство российское, выписанное в Уставе Вооружённых Сил Российской Федерации, предусматривает классические постсоветские традиции три рубежа обороны, которые они формируют. По сегодняшней традиции уже может быть такое, что и второй рубеж обороны ничем не слабее, может быть, первого рубежа так же, как и третий. Они имели достаточно времени для того, чтобы его формировать. Поэтому мы с пониманием, что украинские силы обороны совершенно серьезно подходили к подготовке нашего контрнаступления. Мы понимали, с какими вызовами мы столкнемся. Мы понимали, что нельзя забрасывать шапками. Врага нельзя недооценивать. Те возможности, которые он имел и которые он использовал на протяжении полтора года, поскольку он понял, что украинцы – это сильные вооруженные силы, это сильные силы обороны. И, конечно же, он уже не подходит с той легковажностью, как это на русском языке, с тем поверхностным отношением и пренебрежительным отношением к украинским силам обороны. Поэтому, конечно же, закапывались они основательно. Они удобряли, с позволения сказать, украинскую землю смертоносным металлом очень и очень густо, как известно, в разы превышая те нормы, которые ими же были продуманы для той или иной части линии фронта. Поэтому здесь я бы не стал недооценивать и говорить, что уже основную работу мы сделали. Мы сможем сказать, что сделали основную работу после того, как об этом скажет генеральный штаб, после того, как это скажет главнокомандующий вооруженных сил Украины, тогда мы сможем сказать «да». Почему стоит доверять генштабу? Потому что у нас нет причин сказать, что они когда-то на протяжении всей большой войны выдавали желаемое за действительное. Все-таки чаще они не говорили чего-то оптимистичного, сохраняя интригу. И потом только мы стыкались с тем, что мы на самом деле значительно сильнее, значительно больше прошли. И поэтому и сейчас набираться терпения, помогать вооруженным силам, если вы в тылу. И, конечно же, на фронте не расслабляться, понимая, что у нас еще много и много работы впереди. Прожелаемое за действительное, то, что происходит сейчас на Крымском полуострове. Вот даже одна из свежих статей, которая вышла на портале Крымреалии, так и называется. Разрушение на Крымском мосту. Российские власти ввели в Керчи режим чрезвычайной ситуации. Действительно ли такая ситуация, которая требует введения чрезвычайной ситуации? Либо это, чтобы нагнать больше истерии и оправдать свои обвинения и свои претензии к украинской стороне? Ну и второй вопрос. Провокация называется одна из мотиваций того, что произошло там российской стороной. Для чего она могла бы быть использована россиянами, как вы думаете? Я не считаю, что это провокация. Все-таки может быть. Все-таки, как это сказать, что божевильный, да, сумасшедший разум российских военачальников и политиков все-таки в каком-то проценте понимал, что можно использовать эту историю как провокацию для того, чтобы в очередной раз там обвинить Украину в каких-то очередных выдуманных грехах и, например, не ограничить зерновые коридоры, да? То есть то, что Россия сейчас делает. Но это очень дорогая плата за провокацию. Нет, это не Россия. Это понятно, что это работа, это оружие возмездия Украины. И понятно, что Керченский мост является одним из двух основных путей обеспечения российских оккупационных войск на юге Украины. Поэтому здесь однозначно его нужно уничтожить. Он будет уничтожен. Россияне не будут иметь возможности пользоваться этой цепочкой доставки живой силы, техники и вооружения. Поэтому, конечно же, это должно было случиться. И вот это случилось в этот момент. Я совершенно уверен, что и дальше это сигнал. Это сигнал для россиян сейчас, что убегайте. Убегайте. Если вы оккупант, то убегайте из Крымского полуострова, потому что завтра вы не сможете убежать. Завтра вы должны будете нести в том числе физическое наказание за то, что вы пребываете среди этих российских оккупантов. Это хороший сигнал в том числе российским вооруженным оккупационным силам, которые понимают, что у них меньше шансов убежать вовремя, сохранить свои жизни, когда не будет этого пути отступления. И, конечно же, и дальше Украина будет работать потом, чтобы уничтожить логистические пути российские. Ну, а то, что эта провокация какая-то российская, то эта провокация несет сколько неудобств и сколько негатива именно для России, для российской власти, для российской обороны, для российского общества, что, ну, скорее всего, я думаю, что история о том, что это российская провокация, они немножко преувеличены. А если говорить о логистических артериях, ну, допустим, какова альтернатива крымской артерии? Или только остается путь через Мариуполь? Супропутный путь. Да, Мариуполь на Мелитополь или через Бердянск вдоль Азовского моря на Генеческ. То есть здесь вопрос в том, что они смогут чем-то компенсировать. Через Керченский мост шло более чем 50% всей российской военной помощи или военного обеспечения, правильно говорить. То, что будет по сухопутному коридору, находящимся под непрерывным огневым контролем сейчас и возможностью огневого воздействия со стороны украинских сил обороны, это не компенсирует никоим образом те объемы, которых сейчас требуют обороняющиеся российские войска. Поэтому, конечно же, они поставлены в очень неудобное положение, которое уже в ближайшие недели покажет, что у них будет проваливаться логистика, обеспечение на отдельных участках фронта. И, конечно же, это будет в пользу украинских наступательных действий. А если уже добить, так бы, так сказать, информационно добить южное направление, ротации, перестановки в высшем генералитете России, каким образом могут, кроме, конечно, морального, каким образом могут сказаться на состоянии войск на юге? Сейчас ищут пути сохранения своей жизни и российские генералы, и российские политики, и многие политики, которые не глубоко замазаны или еще не сильно заметны в публичном пространстве, в том, что они являются столпами основой российской агрессии. Они, конечно же, ищут возможности, как можно избежать возмездия или избежать, возможно, большого наказания, да, ограничившись меньшим наказанием. Поэтому ищут такие же пути к отступлению и российские солдаты. То, что мы видели с генералами, это лишь начало большого сериала. Сейчас, когда мы с вами говорили о Пригожинском походе на Москву, на Россию, мы понимали, что это лишь анонс первой серии, большого сериала, когда будут сейчас и среди политической элиты, и среди генералитета российского обязательно найдутся оппозиционеры, несогласные, недовольные, пользующиеся, опять же, своим бэкграундом героическим. И они будут требовать к себе внимания, не будут требовать к тому, чтобы они были услышаны. И одним из главных месседжей, который будет звучать в ближайшее время, это то, что нам нечего делать в Украине. И для меня это совершенно очевидно, поскольку ситуация, с которой они столкнулись, опять же, в походе Пригожина, она показала, что они увидели то, что они хотели увидеть в Украине. Именно они же, когда пришли в Украину, они ожидали, что их будут встречать с хлебом, солью, с караваями и с цветами. Оказалось, что тут их встречают оружием. А когда они пошли на Москву, их встречали, их российские граждане, с хлебом, солью, караваем, цветами, песнями, плясками, и девочки бросались на шеи, кричали женщине ура, и в воздух чепчики бросали. Все то, чего они ожидали увидеть в Украине. И, конечно же, эта история, эти картинки, интересные совершенно картинки, которых им аплодируют, конечно же, они сейчас все более и более находят отзыв в сердцах российских солдат, находящихся на линии фронта. Поэтому мы увидели и генерала Попова, поэтому мы видим сейчас заявление относительно генерала Теплинского, которое вроде бы бойцы его говорят о том, что не нужно этого генерала обижать, поскольку мы снимемся с фронта. Конечно же, они ищут все возможности для того, чтобы сняться с фронта. И это совершенно, мы понимаем, главная причина. Это не мужество и героизм, который они хотят проявить, а скорее они ищут повод. И они дальше будут искать поводы. Дальше будут следующие серии, и мы будем видеть уже не одиночные бунты солдат, а будем видеть массовый уход с фронта россиян, которые будут искать себе счастье в России. Ну а пока я хотела бы такой завершающий вопрос сделать немножечко с отсылкой к состоявшемуся саммиту НАТО и напомнить, что еще в июне бывший глава НАТО Андерс Расмусен отмечал, что некоторые страны Альянса могут захотеть ввести войска на территорию Украины, если им не понравится решение саммита в Вильнюсе. Ну а свежая информация о том, что основная позиция США по войне в Украине такая, помощь будет, но без отправки солдат. Об этом сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Так чего же нам ожидать от помощи Соединенных Штатов в ближайшее время, учитывая, что заседание в формате Рамштайн состоится уже во вторник, 18 июля. Оружие или может какие-нибудь оригинальные шаги могут предпринять наши партнеры по Альянсу? Нет, мы от них и не ожидали, что они будут воевать своими силами вооруженными или дадут своих солдат. Мы говорили о том, что пока мы готовы и платим своими жизнью и здоровью своих лучших сыновей и дочерей, вы имеете возможность платить деньгами и техникой. Поэтому сейчас мы ожидаем от наших партнеров то, что они увидят ситуацию, которая складывается на фронте, и они будут еще более быстрыми, более активными в том, что помогают Украине именно теми силами и средствами, которые требует на сегодняшний день фронт. И для них сейчас становится очевидным то, о чем мы говорили на протяжении долгих месяцев, готовясь к наступательной операции, что мы все-таки были очень рациональны, требуя от них именно наступательных вооружений, установок по разминированию, дальнобойной высокоточной артиллерии, авиации и всего остального, что нам нужно в наступлении. Сейчас наши партнеры понимают, что да, оказывается, это очень было нужно, потому что это могло бы ускорить или сделать более эффективными наши действия. Пока же мы должны, опять же, расплачиваться темпами и, к сожалению, кровью нашей украинской нации за это промедление, которое позволяют себе наши партнеры. Иван, спасибо вам огромное, что вы нашли время для нашего телеканала, спасибо за аналитику. Иван Варченко, эксперт по вопросам национальной безопасности, был гостем первого часа нашего эфира.